Девушки отдыхают Приветствуем вас, зрители, зрители северного канала, приветствуем посетителей нашего интернет-сайта Каббала Народу. Сегодня мы изучаем недельную главу, наша глава ЭКЕФ. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Даня Хаймович. Даня Хаймович – наш интернет-оператор, он будет зачитывать вопросы зрителей в течение Европы, которые мы зачитаем вслух. Сегодня у нас глава ЭКЕФ. Сейчас перейдем к краткому содержанию. Краткое содержание. Муше продолжает свое обращение в этой главе к народу Израиля, начатое в предыдущей главе. Он отмечает, что если народ Израиля будет хранить и выполнять указы, и законы, которые для него снил Творец, удостоятся богатства, здоровья, победы над врагами, а если нет, то Творец не будет их хранить, и они затеряются среди народов. Описываются достоинства земли Израиля. Описываются семь видов растений. Кроме того, народу Израиля указывается изучать все эти вещи и прибивать мезузу на входе в дом. Это было краткое содержание. А что здесь на самом деле? Краткое содержание, да. Это действительно так. Что сказать? Это рассказано здесь о таких больших вещах. Все это предостережение. Посмотрите, насколько это актуально, если вы будете соблюдать все эти законы, потому что это законы природы, и закон дал, и он непреложный закон, и Творец в числовом значении природы. Если вы будете соблюдать эти законы, что Творец дает нам? Что это за Тора? Это законы мира. Это как свод законов физики, но законы абсолютные и точные, которые ты получил, и больше никто их не получил. Посмотри, в каком состоянии мы находимся. И ты сейчас знаешь, как вести себя. Если ты будешь правильно вести себя, согласно этим законам, ты будешь над всем. У тебя есть обещание заранее. Это действительно так, потому что законы перед тобой. Если ты будешь их соблюдать, счастье, почет, безопасность, все, что ты хочешь, уверенности, здоровья, вечность, будущий мир, при условии, если ты их соблюдаешь. Что это за законы? Каждый закон Торы – это возлюби ближнего, как самого себя. Это весь закон Торы. То есть, если мы посмотрим, что мы должны соблюдать, мы должны соблюдать только лишь этот закон, любовь к ближнему. И вся Тора говорит только об этом. То есть, каждый маленький, большой, может быть, не очень умный или умный, это не важно, он может запомнить это. И не такая уж большая проблема. Проблема в соблюдении этого закона, что человек один не может соблюдать его. Он может это делать только если он находится в окружении, которое поддерживает его, и так каждый. И тогда во взаимной поддержке, в соблюдении этого закона могут существовать. То есть, Балюслам дает пример, что если один человек сверлит дырку в днище лодки, неважно, что он просверлил эту дыру под собой, все, кто находится в лодке, тонут в море. Поэтому сейчас мы живем в особое время. А мир подошел к состоянию, когда он чувствует себя как в одной лодке. Это условие, оно такое прекрасное, наконец, соблюдать этот закон взаимный, интегральный, глобальный кризис. То есть, мы находимся в лодке, на корабле, неважно, как это называть. И каждый сверлит под собой дырку. И его ничего не интересует. Он ни о ком не заботится. И невозможно избежать этого, если мы все не начнем поддерживать друг друга. Это называется взаимным поручительством. Что я гарантирую всем, что они не нарушат этот закон, и они тоже гарантируют мне, из-за меня поручаются. И я обнаруживаю в себе силу и смелость, и мощь не причинять вреда ближнему, не сверлить дырку в днищей лодке. Если мы приблизимся к этому общему закону природы, то мы действительно почувствуем себя, что у нас нет недостатка ни в чем, потому что ты находишься в соответствии с природой, и не может быть чего-то более лучшего, чем это. То есть, ты как лазутчики видишь огромные плоды земли Израиля, солнце, свет, и Творец, как написано там, находятся от начала года и до конца года. То есть, и счастье, и здоровье, и безопасность. Никто не может приблизиться к тебе, к твоим границам, и вообще сказать, что это не твое. Потому что ты находишься в соответствии тем законам, которые написаны свыше, и эти законы выражаются одним законом, возлюбив ближнего как самого себя, взаимное поручительство, которое помогает нам заботиться о таком отношении друг к другу. И поэтому то, что происходит, если мы будем соблюдать закон, что является основой Торы, то мы достигнем благоприятного существования, а если нет, то это то, что мы обнаружим сегодня, что мы зависимы от всего мира, и кто-то должен говорить нам, кто мы, и что мы, и чего мы стоим, и будет нам хорошо или плохо с нашими соседями, безопасность. Мы не знаем, что происходит. Вы видите, что, насколько мы знали, понимали, что это может произойти, и посмотри, что произошло, и не дай Бог, чтобы такое происходило еще в будущем. Условие понятны. Если мы его не соблюдаем, посмотри, к чему все ведет, и чего еще можно случиться. У всех наших соседей есть ракеты, которые могут покрыть всю территорию Израиля. Мы видим, что Всемирный банк или общий рынок. Почему мы зависимы от этого? Весь мир зависим, но почему мы зависимы? Ведь мы получили такие условия. Мы получили книгу, которая объясняет нам законы мира, и наука Каббала объясняет нам, как подняться нам по этим законам и быть выше природы, если Творец обещает нам безопасность, счастье, здоровье. Что нужно еще, кроме этого? Ты разве не вносишь в эти три параметра все, что требуется сегодня теме, кто сидит на бульваре Ротшильд? Да, кроме этого ничего не нужно. Безопасность, счастье и здоровье. Безопасность — это относительно всего мира. Счастье и богатство. Это независимость твоя от всего мира. Никто не может понизить твой уровень. А здоровье все находятся в состоянии, когда никто никому не вредит. И все это зависит от нас. Мы должны в своем народе лишь соблюдать это условие, возлюбив ближнего к самого себя. И это очень легко соблюдать во взаимном поручительстве. Это то, что мы хотим рассказать всем. Если мы найдем понимание и поддержку этого в народе, то в течение короткого времени, как пишет Бали Сулла, мы можем подняться на такой уровень, что никто не сможет нам причинить вреда ни в экономике, ни в здравоохранении, ни в безопасности, ни в чем. Будем надеяться, что пришло время, и мы сможем с помощью нашей работы в распространении, в объяснении достичь состояния, когда взаимное поручительство это будет ощущаться в народе. И мы достигнем взаимной любви, и тогда все, что написано в недельной главе, осуществится. Сейчас перейдем к вопросам и ответам наших слушателей, зрителей. Вопросы и ответы. Рав Лайтманн, первый вопрос, который возникает здесь, если мы находимся в таком состоянии взаимопоручительства между нами, вдруг мы не должны сейчас считаться со всем миром, нам будет хорошо во всех остальных вещах, или наоборот, мы поймем, насколько мы зависим от всего, что происходит в мире. Нигде не сказано в науке Каббала, что мы должны учитывать весь мир, потому что весь мир управляется свыше. Разные Обамы, Гитлеры, Ахмадини Джады, Асад, неважно кто и что, все мы управляемся свыше. Наш мир — это мир следствия, это самый нижний мир, начиная от мира бесконечности, через все миры, которые скрывают свет, этот высший свет влияет через все миры на наш мир, и через нас на все народы мира. Но мы можем отреагировать, каким образом мы нашими действиями уподобляемся высшему миру, если мы соответствуем высшему миру. Это называется, что мы соединяемся между собой, потому что высший мир, он цельный, и он единый. И поэтому, так же, как и высшая сила, единая, и как наша душа наверху, тоже единая, называется Адамом, потом она разделилась на множество частей. Если мы собираем все эти души вместе, наше желание, наше стремление друг к другу, если мы собираем их вместе, то мы придем к состоянию, когда мы уподобляемся высшей природе. Творец и природа одно и то же. Тогда мир не сможет нам навредить? Не то, что мир не будет вредить. Конечно, он не сможет вредить, но мы поднимаем наши желания наверх, и мы влияем на высший мир. А высший мир уже влияет на наш мир и на все народы мира. И сказано у Ишаяу, что народы мира приходят, берут сынов Израиля на свои плечи и несут в Иерусалим, чтобы отстроили храм. И так аллегорически рассказывается о том, что весь мир не будет говорить о том, есть место на земле народу Израиля или нет. Для этого нам требуется, чтобы все 5 или 7 миллионов людей, которые живут здесь, достигли состояния рвута взаимного пучительства, взаимной любви, возлюбив ближнего к самому себя. Мы должны это соблюдать. Но не думайте, что когда это будет? В тот момент, когда ты это делаешь, движение вперед даже на миллиметр и не находишься в противоречии с природой, твоя тенденция совпадает с тенденцией природы. Это как ребенок, который делал всякие проказы и был непослушным, но он уже решает измениться. Это то, что нам нужно. Исходя из своего действия, ты сразу сможешь увидеть, что ты двигаешься правильно. У нас есть благословление, то, что называется. То есть ты вдруг чувствуешь силу. Посмотри во всех этих беспорядках, этих волнениях. Посмотри. Мы там слышим, мы разговариваем со всеми. Что все хотят? Чтобы ты начал говорить с ними о взаимном поручительстве, о взаимном объединении. И человек от этого получает такое удовлетворение, такое ощущение, народу не хватает любви. И кроме этого, скажи мне, можешь ли ты, с помощью какого-либо бюджета, который ты, сможешь ли ты покрыть все проблемы народа? Никто не захочет быть последним в распределении этого пирога. Почему это не положено мне или ему? Это же бесконечно. Мы знаем по себе, если ты не сядешь, как в семье, за круглый стол. Если ты прежде не изменишь свое отношение на любовь и взаимное поручительство, что мы все под зонтиком этого поручительства относимся, как в семье, у него нет жилья, действительно, он испытывает такие трудности, этому не хватает денег, этот болен, этот старый. Давайте решим, что, как в семье, что делать в семье, ведь мы все-таки обдумываем, проверяем, и так вот, после разговора за столом, может быть, стоит сделать так, и так, и так, и каждый чувствует удовлетворение от того, что уступает ближнему. Ну, в семье люди заводят только друг друга, их беспокоят. Этого нам и не достает, иначе мы никогда не достигнем такого решения. Ты можешь еще делать такие вещи, но это не помогает. Это не сработает. Наш мир сегодня, он глобальный, он круглый. если ты свое решение, этот процесс не выстраиваешь соответственно миру, то ты проигрываешь и проигрыш этот очень большой. В следующий раз могут быть, не дай бог, погромы. Мы должны думать об этом, это не просто так я сделал, и не получилось. Это приносит очень большой вред народу, это вызывает горечь и боль. и неизвестно, что это может вызвать. Что значит сегодня глобальный мир? Мы же здесь говорим в этой главе, что глава была написана очень много лет тому назад, и здесь, конечно, говорится о внутренних процессах, но, тем не менее, если сделать так, вам будет хорошо, если обвинитесь, и если нет, то согласно закону природы, вы будете страдать. Что изменилось с тех пор, до сегодняшнего дня? Ничего, дан непреложный закон. Нет ничего нового в законах мира. Только мы все время изменялись на протяжении истории. И в Ногике Каббала написано, что с конца 20 века, в начале 21 века, то есть, точнее говоря, с 1995 года, перед ним сказал Гавилейский Гаон, что наш мир входит в состояние глобальности. Глобальность – это когда основной закон, который действует в мире, скажем, раскрывается в мире, это закон круга, закон глобальности. Это круглое, как земной шар. Все мы зависим друг от друга. Если мы зависимы и связаны друг с другом, то ты не можешь сейчас вести борьбу. Ты должен прийти к какому-то порядку, и он должен сходить от сердца. Должен быть чувственным, эмоциональным, учитывающим интересы другого. Что значит взаимное порчительство? Я порчился за тебя, а ты за меня, и все за всех. И так вот по всему земному шарму приближаемся к этому в очень быстром темпе. Ты видишь, что происходит сегодня на завтра. Посмотри, что происходит в мире. и темп этот будет нарастать. И мы раскроем скоро, что не только у нас мы чувствуем необходимость и нет другого решения, а только во взаимности мы можем достичь его. Когда ты приходишь к решению, ты садишься со всеми, ты получаешь душевное внутреннее удовлетворение, ты получаешь уважение из-за того, что ты уступил. Ты сидишь с другими, у тебя есть ощущение тепла, ты чувствуешь больше уверенность, ты вместе со всеми. То есть здесь ты начинаешь уже получать какое-то раскрытие высшей силы, силы, которая соответствует в соответствии высшей силе. Нам необходимо, чтобы народ почувствовал это. В науке Каббала это раскрывается сразу в таком связанном обществе. Мы должны это показать народу, но скоро весь мир откроет это и все эти волнения, которые есть в мире, это лишь начало. То, что не хватает людям, они просто не могут это выразить, им не хватает любви. Есть еще нечто связанное с этой главой, написано, что нужно прибавить мезузу. И, конечно, говорится, что внутренне и о сыновьях тоже говорится. О сыновьях мы говорили в предыдущих главах. С сыновьями называется наше следующее состояние, отец и сын. Это нынешнее состояние называется отцом, в следующем состоянии называется сыном, результат его. Непонятно, что это переходит от состояния к состоянию, нужно что-то сделать? Конечно. Мы все время должны находиться в такой тенденции, что мы поднимаемся и сохраняем нижний уровень при законе единства и любви. То есть более тесная мера общения между нами, соединения. По правде говоря, вся эта глава, это результат молитвы Шмай-Исраэль, которая была в предыдущей главе, и поэтому так написано. И то же самое и о мезузах. Ты выходишь из своего состояния, ты возвращаешься к своему состоянию, это называется вход и выход из дома. Дом, это называется сосуд человека, сердце его. Кли, это все желания. Если ты соединяешь новые желания, исправляешь их, выходишь, входишь, есть свет, и это исправление называется мезузой. Об этом сказано много в науке Хаббала, это особый свет, который должен быть у человека, чтобы начать новое исправление. Наша душа, она включает в себя 613 желаний, и мы должны их исправить от тяжелого к легкому, простите, от легкого к тяжелому, влиять на ближнего и через ближнего на Творца. состояние проучительства, которое вы затронули, когда все зависят от всех, и никто не испытывает недостатка. Мы знаем, что человек болен, он готов отказаться от всего, лишь бы выздороветь, а здоровый даже не думает об этом. Сегодня есть люди, которым плохо, и они будут согласны обедниться, но что их дальше будет удерживать? взаимное поручительство, поэтому тебе недостаточно сейчас. Мы должны любить друг друга. Мы решаем так. Возьми каких-то преступников, у них тоже есть взаимное поручительство и любовь. Вопрос, как ты удерживаешь это во времени? Если один падает, то все падают, а один может удержать всех. Это только при взаимном поручительстве. Если достичь такого баланса, чтобы у кого-то ничего не было, и вдруг все появилось, конечно, будет счастлив, но это за счет другого будет. Что заменит человеку это? Поэтому, когда мы говорим о реализации взаимного поручительства, мы говорим о круглом столе, чтобы мы сели вместе все, даже сто человек. Сделаем большой стол. В чем проблема? Каждый приносит свои проблемы, каждый требует своего, и мы должны сначала объединиться между собой, и после того, как перед нами лежит список проблем, скажем, в начале у тебя есть 20 основных проблем. давайте соединимся вместе, обнимемся, потому что мы один народ, и во взаимном поручительстве, потому что иначе мы не решим проблему, нам неоткуда взять денег, нам нечего распределять этот пирог, мы не понимаем какой там дефицит, мы просто стреляем сами в себя и ничего там не поможет. У нас есть только одна возможность прийти не только к разговору, а к объединению любви. Если мы вокруг этого стола начнем организовывать весь народ, и видеть, что весь народ связан со всем этим шествием, с бульваром Ротшильда и так далее, если мы через средства массовой информации будем все время проводить такие реалити в интернете, на телевидении, рассказывать об этом вместе с театром, вместе с песнями, вместе с разными артистами, то мы из этого понятия взаимного поручительства сделаем из него просто воспитание народа. Через месяц у тебя люди станут другими, ты почувствуешь это в своей езде на дороге и посылая детей в школу, где нет насилия и других проявлений насилия. Мы влияем на весь мир, именно мы. В тот момент, когда у тебя нету силы добра, это распространяется. Тут есть целое нашествие вопросов нас спрашивают. Меня очень забудет вопрос, как объяснить детям, что за состояние сегодня переживая страна и весь мир. Как вы объясняете это? Он у нас глава воспитания детского. Они кстати понимают очень хорошо таких примеров как лодка. То есть давайте им примеры. У тебя был два дня назад большой конгресс, да? Был большой конгресс детский, было очень много мнений высказано, которые были и было только одно, что все поняли, что в системе воспитания нужно давать гораздо больше принципов, гораздо больше основ, чем оценка успеваемости. С этим все согласны. Нужно перестать ставить только оценки и начинать оценивать согласно другим критериям. Согласно чему еще никто не знает, но такое мнение уже было высказано. Есть еще такие вопросы, которые касаются людей, которые живут в южной части страны, все эти сигнализации, тревоги. У тебя нет возможности, если ты, у тебя не будет силы поручительства. Ты не можешь обычным способом, ты можешь здесь делать все что угодно, но ты не можешь управлять. Ты пришел к такому состоянию, когда у тебя на каждый метр территории Израиля есть 10 ракет Касам. Нужно так говорить детям? Нет. То есть я говорю, что у тебя нет возможности чисто логически не должны заботиться о безопасности, вкладывать туда. Они как сейчас хотят обрезать бюджет их, но ты чисто логически не можешь быть уверенным здесь, а только одно, как здесь обещано тебе, соблюдая все, но если ты придешь к тому, что ты достигнешь соблюдения Тора возлюбив ближнего к саму себя, это называется Тор, это не внешние признаки того, что люди думают, что это Тора. Тора это создал злое начало, создал Тору как приправу к нему, потому что свет приходящий возвращает к источнику, ты должен возлюбив ближнего, и когда ты достигаешь этого, что он пишет, есть у тебя счастье, здоровье и уверенность. И за что поступил вопрос, если у нас есть так много сейчас трудностей, и надо пробуждаться, начинается диалог, но мы на пути, так почему вдруг возникают теракты, это же должно было погасить все эти... Секундочку, откуда ты берешь... вообще, что народ идет к решению, народ идет к любви, народ двигается к взаимному поручительству, народ вообще думает ли об этом? Люди это имеют ввиду? Это не то, что раньше выходило пятый тысяч на демонстрации, тут сотни тысяч? Сотни тысяч, это не значит, что они идут к любви, к поручительству. Ну, они понимают, что они вместе. То, что вы объяснили раньше, они не могут по отдельности решить? завтра это не будет вместе, у них нет четкого осознания того, что им нужно прежде всего создать народ, у которого есть связь, внутренний клей, то, что было заложено в основах нашего народа, как Авраам сформировал этот народ, он взял из Вавилона каждого, кто приходил к его шатру, объяснил ему, что значит поручительство, что такое свойство. Хесет, это Авраама, и так мы должны относиться друг к другу, и поэтому несколько человек, несколько тысяч человек пошли за ним. Я это не то, что обещание, у тебя нет выбора, единственное решение, которое есть, и будем надеяться, что мы услышим его прежде, чем приходят к нам такие события. события. Мы придем к этому решению, приближается время наше к завершению, и мы придем к принятию понятий. Под зонтиком Арвута, который был заложен еще и в истории, до наших дней, Рафтатман, что такое доброе, несущее добро? Это когда со стороны Творца приходит свет, он добрый, завершающий добро, а из-за несоответствия нашего света мы чувствуем его как плохой, так же, как непослушный ребенок, чувствую, ощущать свою мать как плохую. Внутри она мягкая и добрая, но снаружи она должна вести себя так, чтобы как-то дать ему прямой путь. Все согласно тому, что обещано в этой главе. Что такое законы, о которых мы говорили? Один закон, свет, и относить на него все наши желания, это 613 желания, если ты их всех выстраиваешь в отдаче любви, как и свет, то ты находишься в состоянии доброго, что такое враг, и что такое победа? Враг, это мой эгоизм, а победа, если я могу подняться над ним, как сказано, все преступления покроют любовь, тогда я нахожусь под этим зонтиком, как мы говорим, поручительство, а характер каждого остается внутри, пусть он горит, хорошо, но мы находимся над ним связанными. Что такое страх? страх? Страх это каждый раз первый этап желания получать, который все время растет. Со стороны эгоизма или света? Со стороны эгоизма. Я не способен пока над ним подняться, и есть такие состояния всегда. и потом нечего бояться. Сейчас мы приезжаем к завершению, нас ждет следующая глава. Мы рады тому, что мы сможем посвятить наш народ обучить этим законам, это законы природы. Спасибо большое, Рав Владмас, спасибо большое, Хаймович, спасибо большое, дорогие зрители, за то, что задавали нам вопросы, и те, которые не задали нам вопросы. До новых встреч на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok